Бионические протезы рук производить станут быстрее. Студенты ДГТУ предложили новую технологию. Два золота и одно серебро. Дончане победили в финале национального чемпионата WorldSkills. Профессия фотограф. Кто он и как им стать? В первую очередь меть обращаться со светом. Во вторую очередь он должен очень четко и досконально знать все настройки своего фотоаппарата. Подробнее об этом расскажем прямо сейчас на телеканале Дон 24 в передаче «Пусть меня научат». Это программа для тех, кто собирается учиться, что, как известно, никогда не поздно. Здравствуйте! Без этого специалиста не обходится ни одно событие – происшествия, соревнования, торжественное открытие школы или завода, а также праздники, рождение ребенка или свадьба. Именно этот профессионал может остановить момент и навсегда оставить его в памяти в виде фотографии. Есть такая профессия – фотограф. Нам нужно, чтобы ты стояла четко в тени, чтобы тень была полностью на тебе. Фотограф Максим Максимов изучает место съемки, словно режиссер театра или кино для постановки мизансцены. Каждый предмет должен оказаться на своем месте и не отвлекать внимание от модели. Правильная компоновка будет привлекать зрителя линиями, а не только основным объектом. Профессиональный фотограф, придя на место съемки, сначала оценит его со всех сторон. С какой стороны падает свет? С какой стороны, если это людное место, ходят люди? Куда они уходят? Что стоит на заднем плане? Какое время суток лучше выждать? То есть снимать рано утром, на рассвете, возможно днем, возможно на закате. То есть профессиональный фотограф придет четко в нужное время и только тогда начнет съемку. Среди любителей профессионала выделяет большой как у туриста рюкзак за спиной и разнообразие техники. Объективы, синхронизаторы, фонари, штативы и возможно ни один фотоаппарат. Новичок не видит необходимости тратиться на оборудование, но знает, как правильно держать камеру и выставлять настройки вручную. Также могут возникнуть сложности с обработкой фотографий в специальной программе. Здесь тоже нужно найти свой стиль, который приходит с опытом. Какие-то детали мелкие, которые смотрятся не очень красиво, их можно в постобработке убрать. Например, волосы ветром развивает. То есть какие-то объекты на заднем плане, ну здесь они размыты. Но я бы откадрировал потом фотографию, обрезал, сделал примерно вот такое, чтобы акцент был на глазах. Профессионал всегда повышает свою квалификацию, следит за нововведениями, стилем фотографий, новинками техники, посещает мастер-классы известных фотографов, изучает профессиональную литературу. Советская литература, советская школа фотографии тоже достаточно очень сильна и я считаю, что это база. То есть любой фотограф должен начинать с книг по советской фотографии, то есть с пленочной фотографии. Фотографии Максим увлекся в университете. Делал снимки друзей, природы, города. Но в итоге решил заниматься портретной съемкой. Профессиональный фотограф не пытается охватить все жанры сразу, а специализируется на одном и совершенствуется в нем. Чуть улыбнись, чуть ко мне побольше повернись. Очень интересно фотографировать незнакомых людей, потому что это определенный вызов. Все люди разные, человек может быть в плохом настроении, другой может быть очень веселый, радостный и классно найти к нему подход. То есть я получаю удовольствие в первую очередь от самого процесса фотосъемки и от результата. Когда я вижу, что человек смотрит на фотографию и он прям с горящими глазами говорит, класс, это круто, мне очень нравится, то это вдохновляет. Хорошее настроение, общительность, подсказки, как правильно держаться перед камерой, помогают модели чувствовать себя комфортно. Рука к себе, левую руку тоже вот так нужно сделать, чтобы они симметрично были. Удачно пойманный момент – залог успешности, успешной фотографии. То есть один фотограф может два часа фотографировать модель и абсолютно все кадры будут неудачными. А человеку, который чувствует момент, он может прийти за 10 минут отфотографировать и сделать одну прекрасную фотографию, которой будет достаточно. Чувству вкуса и умению поймать нужный момент можно научиться. Больше практиковаться, прислушиваться к критике и смотреть снимки известных фотографов. Профессию можно получить в колледжах и техникумах Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Казани. В Ростовской области фотоискусству обучают в частных школах. Фотографы сейчас, я считаю, востребованы. И далеко не секрет, что их очень много, высокая конкуренция. Но у каждого фотографа свой уровень. Человек, у него достаточно субъективная оценка качества, субъективная оценка творчества. Поэтому я считаю, что сколько бы ни было фотографов, всегда каждый найдет своего клиента. Фотографы не только снимают праздники – рождение ребенка, свадьбу или открытие нового магазина. Они работают в СМИ, пресс-службах, отелье и студиях, рекламных агентствах и модельном бизнесе. Отменить домашние задания в школах предложили в Госдуме. С такой инициативой выступил один из депутатов. По его мнению, ребенку вполне достаточно весь день находиться на уроках, а вместо домашних заданий больше гулять на свежем воздухе. Это должно хорошо сказаться на здоровье школьников. О других новостях науки и образования далее в программе. Все донские школы должны перейти на работу в одну смену к 2024 году. Для решения этой задачи в бюджете запланированы средства на создание почти 7 тысяч мест. Об этом Василий Голубев рассказал на экспертной площадке по вопросам науки и образования в Волгодонске. Это направление – одно из важнейших в списке будущих нацпроектов, определенных майским указом президента. Также участники встречи обсудили новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии и стимулы повышения интереса детей к учебе. Мы все-таки ориентируемся на то, чтобы эти площадки обсуждали вопросы привязки к нашей жизни сегодняшней. Поэтому не случайно на площадках традиционно выступают эксперты, которые работают на конкретных местах, в конкретном производстве, занимаются той проблемой, которую мы обсуждаем. И мы ждем, что это будет дополнение в период подготовки основного документа регионального, ну и, конечно, программы совместно с федеральными органами власти по реализации указа президента 27 мая 2018 года. Две золотые и одну серебряную медали завоевали студенты Ростовской области в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы WorldSkills». Первые места взяли студенты из Ростова и Октябрьского сельского района в компетенциях веб-дизайн и разработка и эксплуатация сельскохозяйственных машин. Серебро ушло в Новый Черкасск в компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования». Александр Сидоров почти каждый день отрабатывал навыки сборки на трех модулях. Это изготовление теплообменника по чертежу, сборка машины и поиск неисправности. Из этих этапов и состоит монтаж холодильного оборудования в реальной жизни. Самый сложный, на мой взгляд, это первое изготовление теплообменника. Там надо прочитать все размеры, чтобы попасть по чертежу. Национальный финал проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 12 августа. Дончане принимали участие в соревнованиях по шести компетенциям. Победители и призеры чемпионата войдут в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Россия. Новую технологию, ускоряющую производство бионических протезов, разработали студенты ДГТУ. Сейчас у компаний-разработчиков на сборку высокотехнологичных искусственных конечностей уходит до двух недель. Система же ростовских инженеров позволяет в течение трех часов спроектировать протез, создать индивидуальную 3D-модель, которая будет соответствовать здоровой руке, а затем за три дня собрать искусственную конечность. Когда к нам приходит пациент, мы фиксируем его рост вот здесь. Также в зависимости от типа телосложения мы выбираем необходимый параметр. То есть мужчина – это либо женщина, либо это какой-то тип телосложения, эктоморфное, мизоморфное или доморфное. Если поменять хотя бы один параметр, например, рост человека, изменится длина фаланг пальцев. Также от этого будет зависеть размещение внутренних механизмов. Пока инженеры-конструкторы меняют все параметры вручную. А разработка студентов в ДГТУ позволяет это сделать автоматически. Затем эти параметры у нас распространяются на другие файлы, которые относятся к протезу. И при запуске протеза в программе он автоматически уже здесь все перестраивает от начала до конца. То есть каждая деталь в отдельности все пересчитывает. Сейчас проектирование протезов занимает до трех дней. Есть стандартная искусственная конечность, которая подгоняется индивидуально. То есть инженер-конструктор каждый раз перестраивает модель под антропометрические характеристики человека. Студенты ДГТУ решили ускорить процесс и сократить время проектирования с трех дней до трех часов. Денис Хашев разработал специальную программу, которая сама построит модель по заданным параметрам. Замеряется непосредственно у вас пять параметров для кисти и каждый фалангер. То есть вот эти 20 параметров, которые необходимы для параметризации всего протеза. Эти 20 параметров мы вычисляем следующим образом. Мы замеряем весь рост человека и вычисляем специальными формулами все необходимые нам взаимосвязи. Получив индивидуальную модель протеза, все данные отправляются на печать в 3D-принтер для изготовления деталей искусственной конечности. Над внешним видом протеза, его оболочкой, начинкой и управлением работала Юлия Михайлина. Принцип действия данного протеза основан на тросиковом механизме. Таким образом, конструкция каждого пальца у нас имеет два канала, проходящих насквозь через все фаланги. Через эти каналы проходят тросы. С одной стороны они закрепляются на дистальной фаланге каждого пальца, с другой стороны крепятся на шкиве сервер-двигателя. Таким образом, каждый сервер-двигатель управляет отдельно каждым пальцем. Этот протез многофункциональный, каждый палец управляется по отдельности. Кисть способна удерживать предметы разной формы и воспроизводить жесты. Разработкой студентов в ДГТУ уже заинтересовалась российская компания по производству протезов. Стоимость высокотехнологичной искусственной руки начинается от 350 тысяч рублей. И позволить себе такой протез может не каждый. Студенты ДГТУ намерены решить и эту проблему. Цель была создать такой протез, который войдет, грубо говоря, хотя бы до 100 тысяч. Потому что 100 тысяч еще хоть как-то худо-бедно, но человек может себе позволить. С учетом того, что протезирование у нас в наше время имеет именно возможность протезироваться раз в год должен человек. А дети, они два раза в год протезируются. То при этом один раз в год 100 тысяч – это как бы работаешь постоянно на протез, к сожалению. Переезд за рубеж и покупка протезов, которые будут стоить десятки и сотни тысяч долларов – это цена, которую сможет позволить себе далеко не каждый. А организация таких разработок у нас в стране уже может открыть новые возможности для людей, которые потеряли конечности. В течение года студенты планируют усовершенствовать протез, внедрить систему управления, которая основана на технологиях электромиографии и энцефалографии. То есть датчики смогут считывать команды человеческого мозга и управлять искусственной кистью. Мы хотим вообще разрабатывать культиприемную гильзу. То есть она будет дальше вот так подключаться к протезу и культия непосредственно сюда будет входить. И вся вот эта вот электроника, она уже будет располагаться внутри. То есть вот этого блока его не будет. Также ростовские инженеры-конструкторы заменят механические приводы на более мощные, чтобы протез мог удерживать тяжелые предметы. Это была передача «Пусть меня научат» – программа для тех, кто собирается учиться, что, как известно, никогда не поздно. Встретимся в следующий понедельник в 20.30 на телеканале ДОН-24. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Продолжение следует...